Ну и если у вас есть автомобиль, наверняка вы видели, что на него нередко оставляют какие-то бумаги. Иногда это приглашение в какие-либо салоны, а иногда это сообщение о том, что вам стоит оплатить деньги. Вот об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем. Это Андрей Троцевский, старший референт отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если оставляют такую бумагу и просят перевезти средства на Киви кошелек, это же не всегда правда, да? Это могут быть действия мошенников. Как можно отличить? Ну, на самом деле, такая схема мошенническая, она в материковой части России уже на протяжении длительного времени работает. То есть, на самом деле, речь идет о том, что те или иные мошенники пытаются любыми способами получить то, что они хотят. То есть, на самом деле, фантазия мошенников, она не имеет границ, или, иными словами, переходит все границы. То есть, здесь, да, на конкретном случае речь идет о том, что автовладельцу, который якобы неправильно припарковался, вот дворник на лобовое стекло, кладут бумажечку, где говорят о том, что вы, дескать, нарушили правила парковки. Если вы не заплатите, то мы сообщим в органы внутренних дел, то есть в ГИБДД сообщим. Ну и, собственно, просят довольно вежливо перевести на один из интернет-кошельков небольшую сумму, порядка 500 рублей, предположим. То есть, сумма гораздо меньше, чем сумма штрафа. Символическая, да, вот относительно. Ну и, собственно, люди уже начинают задумываться, как бы им избежать ответственности. То есть, вопрос в связи с том, что, на самом деле, схем мошеннических очень много. То есть, это просто одна из тех форм, которая, ну вот она выплеснулась где-то в соцсети, об этом начали говорить. А на самом деле, мошенники изобрели сотни и тысячи способов залезть в карман граждан, начиная от различных попыток по телефону человека обмануть через интернет. Ну вот, а свеженькое, может, что-то есть в Крыму в последнее время? Ну, на самом деле, одним из наиболее таких популярных, что ли, скажем так, или каких-то самых частых способов обмана являются попытки получить персональные данные от человека, от абонента, которому звонят. И, собственно, когда тому или иному человеку позвонили, как будто бы из банка, о том, что ваша карта заблокирована, начинают целый ряд вопросов наводящих задавать. А когда вы последний раз карты? Очень вержливо, да, максимально, вот так вот, будто ты вот просто сотрудник, со сотрудником банка разговариваешь, да, вот это невозможно просто понять, что это вообще никакого отношения к банку не имеет человек. Да, то есть вопрос идет о том, чтобы получить персональные данные человека, то есть начиная от номера банковской карты и заканчивая CRB-кодом, который на обороте. То есть как раз разговор идет о том, чтобы научить граждан правильно вести себя в таких ситуациях. Органы внутренних дел предпринимают много усилий для того, чтобы довести до населения основные правила безопасного поведения, не класть одновременно пин-код от банковской карточки вместе. Телефон, карточка, это я так делаю. Ну, то есть это ошибка с вашей стороны. Не распространять свои персональные данные уж очень широко в социальных сетях, не предоставлять кому-либо по телефону каких-то вот таких сведений о своих там финансовых различных составляющих. То есть на самом деле пытаются мошенники прежде всего получить те данные, которые позволят обнулить ваш банковский счет. Хорошо, вот если бы меня обманули, какие меры я могу предпринять, куда бежать, куда вращаться? И вообще, как я могу добиться какой-то справедливости? Понятное дело, что деньги вернуть вообще практически невозможно. Ну, на самом деле речь идет о выявлении таких преступлений. То есть это статья 159 Уголовного кодекса России. Сотрудники органов внутренних дел такие преступления выявляют. Ну, на самом деле это все происходит не быстро, то есть это достаточно сложные такие вещи, но на самом деле всегда у этой ниточки конец всегда находится. То есть мы до населения очень часто, наряду с тем, что мы доводим информацию, как избежать того, чтобы стать жертвой мошенников, мы доводим информацию о том, как это происходило, как правило. То есть мы рассказываем о случаях, когда тот или иной злоумышленник либо по телефону пытался, ну, что называется, так в кавычках, развести абонента, либо через интернет, когда взламывают, предположим, чью-то страницу в соцсетях и от имени этого человека, да, то есть идет рассылка всем, кто зафрендился с ним, да, то есть идет рассылка о том, что, если, так сказать, я в затрудненном положении, займи мне денег-то на пару дней на такой-то там какой-то интернет-кошелек либо на банковскую карту обезличенную. То есть мы всегда рассказываем о тех ситуациях, в которые попадали люди в неприятности, ну и, собственно, для того, чтобы уже научить гражданина вести себя правильно. Вот буквально у меня не так давно был случай, позвонили, значит, сказали, что они с одной из телефонных фирм и сказали, что у меня был немножко неправильный тариф, и я переплачивал на протяжении года, и у меня накопилось тысяча рублей, которых я переплатил, и они хотят мне отправить на мою карту. Вот, ну, естественно, попросили свои данные, вот что делать в такой ситуации, просто бросать трубку или куда-то сообщать о таких звонках. Как проинформировать, что ведется такие? В любом случае, у любого банка и у компании, которые предоставляют услуги сотовой связи, есть горячая линия, есть контактный телефон, который позволяет выяснить, а есть ли такая акция, есть ли какой-то вот такой интересный бонус, который вам предложили. То есть ко всем подобным звонкам вам следует относиться с настороженностью. То есть на самом деле мы понимаем, что здесь может быть, как говорится, 50 на 50, но если вдруг представители банка позвонили своему клиенту и начинают какие-то подобные вопросы задавать, ну, просто так из банка не стану звонить к своим клиентам. Для начала стоит зайти, наверное, в личный кабинет, он есть сейчас в этом мобильном приложении, как и банковские, так и телефоны связи, и тоже проверить, так ли это на самом деле. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. У нас в гостях сегодня был Андрей Троцевский, старший референт отдела информации общественных связей МВД по республике Крым. Продолжение следует...